Вы пишете письма в Польштехнадзор, что у нас нет пожарных рукавов. Наш дом весь укомплектован. Я могу открыть ещё нижний шкаф. Давайте пройдёмся по всему дому. Вы показываете единичный случай. Прошлись по дому, заглянули в другой щиток с таким же успехом. Вместо пожарного гидранта кожура от докторской колбасы. Но нач участка не успокаивается и с азартом заядлого игрока просят назвать любой другой номер. Любой подъезд, любой этаж. То есть смотрите, ещё раз. Любой подъезд. Не перебивайте меня. Пять этажей без пожарных гидрантов. Козырёк балкона подвязан верёвочкой. На этом претензии жильцов дома подмосковного Реутова к своей управляющей компанией не заканчиваются. Но инициативную группу собственников всерьёз не воспринимают. Инициативная группа – это ещё не весь дом. Давайте с этого начнём. Рядом стоящие дома. Имеется совершенно другое мнение. Да вы что? Кардинально. 78-й. Я не понимаю, что такое. Да вы что? Реутовская многоэтажка встала между людьми, словно Вавилонская башня. Здесь также говорят на разных языках, не находя понимания. А проблемы остаются. Затопленный паркинг, нерабочие лифты. Во дворе снежные завалы зимой и горы мусора летом. С 6 ноября жильцам уже не придётся разгребать горы нарушений своей управляющей компании. Два грубых огреха в год, несвоевременное их устранение. И всё. Сначала компанию лишает право управления домом, а потом и самой лицензии. И делать это будут без мучительных судебных тяжб по решению жилищной инспекции. Новую законную инициативу внедряет Минстрой. Нарушение платёжной дисциплины, это некачественное наказание коммунальных услуг, это неподготовка домов к отопительному периоду. То есть всё, что связано с качественной безопасностью содержания жилья. Эта вынужденная мера, считает в правительстве. Нынешний закон нарушителей от ЖКХ не сильно страшит. Текущее положение законодательства позволяет управляющим компаниям достаточно эффективно противоборствовать их смене. Отзыв лицензии в данном случае может происходить и на основании обращения жильца. То такая управляющая компания должна перестать быть управляющей компанией. А это Петербург. Дело немытых бойлеров. За пять лет дельцы местной управляющей компании намыли себе около 100 миллионов рублей, оставив домовые теплообменники чистыми только на бумаге. Руководство самой компании застать на рабочем месте сложно, видимо они на допросах в прокуратуре. Рядовые же сотрудники о преступных схемах якобы не слышали. У нас есть договор, насколько я знаю, к нам приходит раз в квартал. Это бригада, которая осуществляет промывку бойлеров. У вас есть какие-то полномочия? Меня вот так вот допрашивают. Я не допрашиваю, просто интересуюсь. А жильцы так и продолжают мечтать о новой управляющей компании. Поэтому мы бы хотели, видимо, все-таки в будущем сменить управляющую компанию. Такая возможность жильцам недобросовестно управляющих компаний представится уже 6 ноября. Закон наконец перейдет на сторону собственников. И уже они, как это впрочем, и должно было быть изначально, смогут управлять своими домами. Дмитрий Зименкин, Наталья Ленькова, Андрей Перфилев, Александр Макаренко. Известия специально для Пятого канала. Продолжение следует...